56-летняя Наталья Гулькина была замужем 4 раза, но теперь снова одинока. Тяжелее всего экс-солистки группы Мираж было во втором браке. Константин Терентьев постоянно требовал от супруги секса. При этом мужчина отказывался предохраняться и не позволял ей рожать детей. Сама Наталья хотела подарить супругу ребенка, но все равно делала прерывание беременности. Муж постоянно возил меня к врачу. Мне пришлось сделать большое количество абортов. Врач уже меня предупреждал, что это рискованно для здоровья, рассказала Гулькина. Константин не обращал внимания даже на такие предупреждения врачей. Он был сексуально неуравновешенный. Ему всегда было мало. Нужно было в день несколько раз, это очень тяжело. Эта патология какая-то, рассказала певица в эфире шоу Секрет на миллионное НТВ. В итоге после развода Терентьев так и не смог реализоваться в жизни. Спустя 10 лет он скончался от инсульта около своего подъезда. Наталья рассказала и о доверительных отношениях с сыном, которого родила от первого мужа, Николая Гулькина. Сейчас Алексею уже 36 лет. Однажды в молодости он даже спросил советы у певицы по части интимной жизни. Он мне говорит, мам, скажи, если презерватив порвался во время кхм-хм, то, что делать, чтобы не забеременеть. А я, наверное, девушка должна об этом сама заботиться. Ну или погуглите, сходите в аптеку и купите что-нибудь понадежнее, рассказала Гулькина. Она воспитывает и дочь, которую родила от третьего супруга, хореографа Сергея Мандрика. Яне 19 лет. Редактор субтитров А.Семкин